Девушки отдыхают Пожалуйста Всего-то надо накачать мышцы и научиться летать Зачем учиться? Ведь я и так Супермен Правда? Конечно, просто я тебе об этом никогда не говорил Смотри какой я сильный и летать я умею, только сейчас не хочу Каждый день, приходя на работу, я переодеваюсь в специальный костюм Супермена И лечу бороться со злом только никому А ты с вампирами дрался? Хе, конечно! И с вампирами, и с драконами, и с этими, ну как их? Драконами? Да нет, с пришельцами Ух ты! Твой папа самый сильный, самый смелый и самый отважный Мега Супермен Вселенной Что здесь происходит? Ты в порядке? Конечно в порядке! Папа ведь Супермен! Ему все нипочем Малыш, я пошутил Пошутил? В следующий раз, когда захочешь побаловаться, сразу постели на пол что-нибудь мягкое Спокойной ночи, рыбка Жаль, что ты не волшебная Эй, малявка, полегче на поворотах! Кто это тебе сказал, что я не волшебная? Ух ты, бух ты! Ты умеешь разговаривать? Да я вообще все умею! Хочешь, исполню любое твое желание! А ты сможешь превратить моего папу в настоящего Супермена? Да не вопрос! Привет, малыш! Папа! Это я, сынок! Как видишь, я стал настоящим Суперменом! Теперь меня ждут великие дела! Папа, подожди, а как же я? Давай еще поиграем! Не сейчас, малыш! Сначала мне надо победить все зло и коварство! А потом я сразу же в твоем распоряжении! Не скучай! Он скоро прилетит! Ты должен гордиться, что твой отец – знаменитость! Папа не может по-другому! Его предназначение – делать мир лучше, а не сидеть дома! Ха! А зачем тебе вообще папа? Есть же мама! А давай поиграем, как будто я твоя папа! 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 У тебя все в порядке, сынок? У меня тоже! Хе-хе-хе-хе! Папочка, подожди! Я должен победить свой страх! Пусть малыш знает, что его папа ничего не боится! Папа, как здорово, что ты дома! Ты ведь больше никуда не улетишь? Нет, малыш, я ведь не умею летать! Ну и хорошо! Я больше не хочу, чтобы ты становился суперменом! Правда? И тебе не нужно, чтобы я был самым сильным и знаменитым? Лучше обещай, что никогда меня не бросишь! Хе! Ни за что на свете! Хочешь, завтра пойдем в цирк, а потом купим мороженое и еще пойдем на каток! Ура! Хотя, зачем ждать до завтра? Пойдем сегодня же, сейчас же, чтобы через пять минут был готов к походу в цирк! Бегу собираться! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! СЛАДКИЙ ЗАКОН Правильно, папочка! Когда мы вырастим, то поймем, что это для нашего же блага! А я буду следить за тем, чтобы никто не нарушил твой запьет! Идет третий день запьета на сладкое! Нарушений пока нет! А-а-а-а! Но что-то подсказывает мне, что все еще впереди! А вот и первое нарушение! Кто бы это мог? Лиза! Вот уж не думал, что ты первая меня ослушаешься! А-а-а! Но я... это не я! Лиза, Лиза, как ты могла? Это вообще не моя конфета! Лиза, извини, мне сейчас некогда! Давай вечером поговорим, хорошо? Но... это не я! Нужно узнать, кто же меня подставил! Пока папа не вернулся, я должна восстановить свое честное имя! Певетики! Не ожидал меня увидеть! Опа! И кто подкинул мне эту конфету? А? Кто-то маленький и незаметный! Ты нашла мою конфетку! Это и я ее потерял! А-а-а! Сам сознался! А откуда она у тебя? Я ее взял у... Это секрет! А ну говори! Малыш всего лишь пешка! За ним стоит кто-то покрупнее! Но кто? Лизка! Не знаешь, кто мог дать малышу эту конфету? Я? Я не в курсе! Я тут просто подметаю! Вот! А чего это ты подметаешь? Сегодня же не твоя очередь! Как это не мое? Еще как мое! А-а-а! А вот это как раз не мое! Совсем не мое! Гвоздь мне в кеды! Генка! Ты будешь свидетелем! Этот мужок дал малышу конфету! Я видела у него точно такую же! Представляешь? Сегодня вечером расскажем папе! Это же воски на титваде! Чего это ты за неё в оки делаешь? Кхм-кхм Все оказалось еще хуже! Это не то, что ты думаешь! Теперь и Генке нельзя довийать! Воска! Что же-то у нас такое творится? О чем это ты? Да двужок там во всю столаица! Пол подметает! А ведь сегодня твоя очередь! Как это мило с его стороны А Генка почему-то за тебя у Воки делает Наши мальчики, просто чудо Сама ты чудо, это твои конфеты, ты их всех подкупила Если хочешь, я и с тобой поделюсь Нет, меня тебе не купить А ну отдай, эй Ой, Лизка нашла конфеты Нет, нет Потому что много сладкого вредно Дело закончено Теперь Воска не сможет никого подкупить своими конфетами А мне осталось только понести заслуженное наказание И встать в угол Я же нарушила запьет на сладкое Главное терпение Дружок, дружок, ты на рыбалку собрался А меня возьмешь? Ну пожалуйста Давай, малыш, пойдем Я тебя рыбачить научу Ура! Малыш! Слушай, первое правило рыболова На рыбалке говорят тихо, лучше шепотом Хорошо Молодец, имей в виду Завтра подъем в пять утра Ага Дружок, а почему ты тут спишь? Чтобы утром будильником никого не разбудить Так что иди давай, я тебя разбужу Дружок, а я удочку правильно выбрал? Ты без меня удочки не трогай Это, рыбу завтра без меня не вытаскивай Пока не научишься Хорошо Дружок, а вдруг ты забудешь меня разбудить? О, малыш! Знай, что главное на рыбалке Рыба Удочки На рыбалке главное терпение Иначе ничего у тебя на рыбалке не получится О, ой! Что-то тут не клюет Пойдем в другое место И тут не клюет Пойдем за камыши И здесь не клюет Пойдем дальше Дружок, а может надо потерпеть, пока начнет клевать? Нет, малыш Надо потерпеть, пока мы найдем место, где будет клевать А у тебя клюет Началось! Смотри, малыш, и запоминай Подтягиваем леску, рыбочками, потихонечку И тянем Ой, малыш У тебя клюет Не шуми, сам же говорил Оставь меня, тяни рыбу Я же не могу без тебя тянуть рыбу Надо же, какая нетерпеливая рыба попалась Ладно, раз здесь клюет, остаемся Не клюет Не клюет Не клюет Не клюет Дружок, у меня клюет И у тебя клюет И у нас клюет Что мне делать, дружок? Шуметь нельзя Рыбу доставать нельзя Главное терпение Потерплю, пока дружок проснется А как хочется поймать рыбу Как же я так заснул? Весь день прошел, а мы ничего не поймали Малыш, почему ты меня не разбудил? Я будил Ты не просыпался А хоть клевала Еще как клевала Так клевала, что я прям Но я терпел, пока ты не проснешься Малыш, терпение, это, конечно, важно Но рыба на рыбалке, это тоже важно Важнее, чем терпение, дружок, я тебе признаюсь Я не утерпел и ловил рыбу сам Ничего себе, вот это улов А эту ты как поймал? Как ты показывал, тянул, тянул А потом, как дернул Здорово Ну, пойдем домой Покажем всем, какие мы крутые рыбаки Сегодня у меня такой счастливый день Представляю, как я поднимаюсь на сцену Чтобы подоить цветы актерам А зал рука плещет, рука плещет Кстати, папа сказал, что в театр пойдет только тот Кто хорошо себя вел на этой неделе Некоторые вполне могут и пролететь Мне переживать нечего Две пятерки по химии, две по биологии Ой-ой-ой, тоже мне Радуйся, что физкультура послезавтра Эй, видели папе новый ноутбук? Шикарная штука Просто огромный Так уж прямо и огромный Не верите? Можете сами посмотреть Ох ты, похоже Ох ты, вот это да Нам же нельзя заходить в папин кабинет без разрешения Какой хорошенький Ха, хорошенький Тут функций всяких, закачаешься Дай-ка я попробую нажать что-нибудь А картинки тут есть? А какая производительность у процессора? Дайте мне Нет, мне Нет, мне Да вы не понимаете Дайте я Нет, я Дай мне Подвинься Не дай я Сейчас папа придет Что теперь будет? Все По театру можно и не мечтать Да Геночка, миленький Скажи, что ты сможешь это подчинить Попробую, конечно Я тебе помогу Привет, семья Как самочувствие, как школа Вот и отлично А теперь извините, папе надо работать Папуля, ты куда? Солнышко мое Папе надо... Папе надо покушать. Нельзя же так себя мучить. По мысли за тебя всё приготовили уже. Почти. Приятного аппетита, папочка. Очень вкусно и сытно. Один кусочек съел и уже сыт. А теперь папе надо... Папа, подожди. Ты не можешь вот так вот уйти. Почему? Потому, потому что мы по тебе соскучились. Весь день тебя ждали, готовились. А Лиза нам сейчас прочитает стихотворение. Бежит ты, маленький Барбосик. У него холодный носик. У него озяблило. Как вы тут? Долго мы его не продержим. Готово! Совсем как новенький. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Фух. Ну всё. Надо предупредить девчонок. Пусть выпускают. Папочка, а мы ведь правда-правда пойдём сегодня в театр. Конечно. Вы ведь у меня такие хорошие детки. А в буфет пойдём? Там бутерброды с колбасой, объедение. А я сегодня надену своё новое платье. Чур, я сижу в центре. Там акустика лучше всего. Непременно. А теперь папе и правда нужно работать. Папа, твой ноутбук. Я его разбил. Совсем. Ага. Хе-хе-хе. Пап, не верь малышу. Это я виноват. Строго говоря, это моя вина. Нет, моя. Я же самая старшая. Я там тоже была. Теперь понятно, к чему весь этот театр. Эх, а в театре сейчас бутерброды дают. Дружок, да хватит уже. И без тебя тоскливо. Эй, вандалы малолетние, чего не собираетесь? Мы же в театр опаздываем. А? В театр? А то. Ноутбук испортили. Что ж теперь и билетом пропадать? Хе-хе-хе. Ура! Срочный ремонт. Какой ужас! Мой ремешок испорчен, а карманных денег я еще целую неделю ждать. Ха! Подумаешь, ремешок. Вот мне мяч новый, позарез как нужен. Да какая разница? Все равно у тебя денег нет. Как и у меня. Лизочка, возьми деньги. Отнеси, пожалуйста, мою сумку в ремонт. На ней ручка оторвалась, а на сдачу купишь себе мороженое. Конечно, мамочка. Спасибо, солнышко. Да подожди. Ой, твои друзья голос забили. Где? Лиз, а зачем тебе мамина сумка? Мама велела в ремонт отнести. Ты что? А если ее там испортят? Слушай, а давай я сама эту ручку пришью. А на эти деньги мороженое тебе купим, а мне ремешок новый. Хм, понятно. Ты просто хочешь себе ремешок купить. Да что ты? Для меня главное маме сумку починить. Как следует. Ты же знаешь, у меня и наборчик для шитья есть. И нитки как раз под цвет найдутся. Ты не про этот швейный набор говоришь, а? А ну отдай. Он мой. На нем не написано, что он твой. Лиз, помнишь, ты просила у меня те наклейки со стразиками? Они твои. Правда? Ну конечно. Я починю сумку, тебе наклейки и мороженое, а мне деньги. Ну как, идет? А, ээээ. Подумаешь, какие-то там наклейки. Помнишь, ты хотела поносить мое платье? И туфли. Держи. Вот, платье. Вот еще. Туфельки. И еще. Вот косметичка. Ах, 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 мухи. И еще. Так, это сюда, это сюда положу. Так, это сюда, это вот сюда, ага, это сюда, это вот сюда. Так и быть, уговорили. Можете чинить сумку вместе. Как вместе? Мне же тогда на ремешок не хватит. То есть, я хотела сказать, дружок вообще шить не умеет? Это кто ещё не умеет? Смотри и учись! Вот, любуйтесь! Прям не налюбоваться! Взял и испортил сумку! Шить, дружочек, это тебе не мечи гонять! Вот и поела мовоженного! Не волнуйся, Лизочка! Твоя сестрица-мастерица всё быстро поправит! Один-один, сестрёнка! А ну-ка, дай сюда сумку! Размечтался! Дай сюда! Я починю! Нет, я! Я знаю, как! Подождите, я передумала! Лучше в ремонт! Зачем я вас послушала? Что я тебе и маме скажу? Это дружок во всём виноват! Сама-то! Какая важница! Сумке всё равно кто виноват! И маме тоже! Хорошо ещё, если в ремонте смогут починить то, что вы наполтили! Ты это... Вещи-то наши верни тогда! Вот ещё! То есть как? А вот так! Это мне за моральный ущерб! Духи! Косметичка! Босоножки! Очки! Бадминтон! Да уж! Чтобы всё это снова вернуть, нужно столько сумок отремонтировать! Где их столько взять-то? Да что ты будешь делать? Надо же! Пульт сломался! Пап! А давай мы его в ремонт отнесём! Аленький цветочек! Дети, идите в гостиную! Папа привёз вам подарки! Ура! Да безусловно! Ух ты! Спасибо! Ты такой добрый! Вот это вещь! Я понимаю! Бинок! А тебе, малыш из командировки, я привёз сразу два подарка! Зайчика и книжку Аленький цветочек! Ух ты! Ух ты! Потому что завтра ты именинник! Ну вот! А мы до сих пор не решили, как завтра малыша поздравлять будем! Придумала! Спектакль! Аленький цветочек! Точно! Лизка! Ты голова! Будем делать декорации! Смотри! Это купец из командировки вернулся! А подарков сколько привёз! Прямо как наш папа! А это цветочек аленький! Для младшей дочки! Ой! Этот цветочек купец у чудища без спроса взял! И теперь чудище хочет его погубить! И отправилась Алёнушка в лес к зверю лесному, чтобы спасти отца от гибели неминуемо! Малыш, ты ещё не спишь? Всё, всё, завтра дочитаешь! Спокойной ночи, солнышко! Да-да! Подарок, что надо! Малыш в восторге! Завтра? Ой, не спрашивай! Прямо не знаю! И не говори! Никакого спасения! Никакого спасения? Чему быть, того не миновать! И говорит зверь лесной купцу, никакого тебе спасения! Папа, папа! Ты что, эту книжку у чудища взял? И теперь грозит тебе гибель неминуемая! Нет, папа, я вместо тебя к чудищу пойду! Если бы не я, вы бы пласпали! Тихо! Ты петицию сорвёшь! Тихо! Ты петицию сорвёшь! Гибель 스�ний неровный! И мучий! Мамочки! Я самая настоящая Кикимола болотная! У-ху-ху! Я Кикимола! Всем Кикимолам Кикимола! Самая Кикимористая Кикимола! А вот и леший дьемучий явился. Привет, Кикимора! Чую, не одни мы здесь. Кто это к нам пожаловал? А давай его поищем. Давай. Чужой кто-то рядом. Все равно пойду чудище искать, чтобы папу спасти. Где же? Где тот купец, что взял у меня цветочек мой аленький? Обещал мне вернуться. Здравствуй, чудище лесное. Я пришел вместо папы моего. Не губи папу. Лучше меня погуби. В чем дело, малыш? Сейчас мой выход. Ты что тут вообще делаешь? Ну вот, пропал сюрприз. Малыш, ну какое чудище. Это же просто сказка. Ты говорил, никакого спасения. Чему бы того не миновать. Ну да, говорил. Так это про работу. Я же в шутку. Про сложный отчет. А ты подумал. Спасибо тебе, малыш, что хотел меня от чудища спасти. Папа, если тебя от работы надо спасти, ты скажи, я готов. И я готов. И мы. Ну, Геночка, ну последний разочек. Помоги сделать домашку по математике. Сказал нет, значит нет. Некогда. Геночка, мне завтра сочинение сдавать. Когда будем писать? Ничего мы не будем. Занят я. Пусть сначала мне с математикой поможет. А сочинение? Гена, расскажешь коню, горбунок, что обещал. Ага. Ау. Ау. Лучший учитель по всем предметам. Внимание, внимание. Начинаются испытания лучшего учителя. Сокращенно, луч. Пылесос? Программа создана под корпус пылесоса. Работает на батарейках. Ну, естественно, школьную форму не носим. Так мы же дома. Дома они. Никакой дисциплины. Ладно, давайте знакомиться. Лучший учитель по всем предметам. Иван Карлыч. Сокращенно, лучик. Ну-с, чему учить будем? Лучший учитель по всем. У Земли значит спутник Сатурн? Честное слово, я лучше него планеты знаю. Генка, мне твой луч домашку вчера сделал по математике. Всё неправильно. Опять двойка. А мне за сочинение целых две двойки поставили. Мало того, что Иван Карлыч в литературе ничего не понимает, ещё и ошибок наделал. Я ещё вчера заподозрил, что никакой он не учитель. Ну, я ему сейчас. Жар-птица его и спрашивает. Конёк-горбунок, что у тебя в горбу? А он ей вода. А у тебя пикивая или из-под крана? Из-под крана, значит. Самозванец. Я. А кто сделал тридцать орфографических ошибок? А по математике ни одного верного решения. Что же ты, Иван Карлыч? Ну-ка, иди сюда, гениальный учитель. Голову нам морочил. Догонялки. Не трогайте, я буду жаловаться министру образования. Я тебе сейчас пожалуюсь, шарлатан. Попался? Отключайте его. Бедный я несчастный. Не видать мне моей мечты. Мечты? Я был программой уборки. Но потом в меня забрался вирус. И его удалили вместе с моими знаниями. А я всегда мечтал быть учителем. Вот и решил попробовать. А меня... Отключать. Ребят, им так грустно. Да-да, и одиноко. Но если вы мне поможете, скоро я смогу стать настоящим учителем. Геночка, подтянешь его по предметам? Пожалуйста! Так и знал, что этим закончится. БОЛЬШИЕ ВЫХОДНЫЕ Нет, нет. И еще раз нет. На этих выходных мы домой не поедем. Мы недавно приехали, а вы уже назад проситесь. Пап, ну пойми, здесь же скучно. Телевизора нет, телефон не ловит. И вместо музыки вопли петуха. Папочка, поехали облатно. А мне нравится на природе свежий воздух и аромат цветов. Что может быть лучше? К тому же, хорошего урожая в городе не вырастешь. А здесь просто благодать для моих посевов. И столько всего пофотографировать можно. Ну вот, трое из пяти. Похоже, помимо вас, больше никто не торопится обратно в город. А что, если кто-то из наших природолюбов вдруг передумает? Тогда поедем? Ну, в таком случае вы меня убедите. Слушай, объясни-ка еще раз, зачем мы здесь копаемся? А за тем, что мы хотим в город. И Роза нам в этом поможет. Цветы она любит, но не так, как свой гардероб. Как только Роза шлепнется в одну из наших грязевых мин, то мигом испачкает все впечатление от жизни на природе и попросится в город. Так, не расслабляемся, времени мало, а ямы еще ого-го. Идеально. Точь в точь, как настоящий газон. Ага. А сами-то как выбираться будем? Хм, тоже мне проблема. Очень смешно. Теперь будь добыл, помоги отмыться. Эй, так не честно. Вы что здесь устроили? Чуть не погурили мои хризантемы. А ну, вон из сада. Ищите другое место для игр. Что-то мы разыгрались. Будем придерживаться плана. Отлично. Наша маленькая армия челенистоноги посеет настоящую панику в генином полунике. Представляю, как он с ужасом выбежит на улицу и будет умолять папу вернуться в голод. Лови ее, лови! Наш улов! Ну, ты мне за это ответишь! Поймала! А кого, если не секрет? Не может быть! Это же дозорщик императорский! Один из самых редких видов стрекоз! Да вы просто чудо-исследователи! Ой, да ладно тебе! Не стоит! Еще как стоит! Такое сокровище изловили! Теперь целую популяцию разведу! Заповедник открою! Медведь, малыш! Огромный и жадный кровожадный! Медведь! Беги, малыш, и не оглядывайся! Испугался наш младшенький! Теперь точно домой попросится! Не смей трогать Лизу, противный медведь! Нет! Нет, малыш! Дружок, а я думаю, что спас Лизу от дикого зверя! Тоже мне подвиг! Малыш, ну конечно ты меня спас! А теперь спасай двушка! А я буду медведем! Хорошие новости! Мне срочно нужно ехать в город! Могу взять вас с собой! Поедете? Может, чуть попозже? Мы еще немного поиграем на природе! Да! Здесь Галасто веселее! Клуб ученых и находчивых Ну уже! Давай! Приветствуем любителей головоломок! Есть! В эфире еженедельная передача Клуб ученых и находчивых! Сегодня вас ждет множество потрясающих задач на логику, математику и пространственное мышление! Обещаю, вы проведете время с большим удовольствием! Дружок! Нельзя ли потише? Извини, брат! Ручки громкости нет! Понимаешь, творешник пилю! Тот микротрещина! А эта задачка не для средних умов! Внимательно прослушайте условия! И не увидишь! Ее только наметанным глазом заметить можно! И доска твоей никуда не годится! Да? Ну ладно! У дедушки в сарае еще есть! Представьте, что нашу планету стянули кольцом по экватору, длина которого, как известно, равняется 40 тысячам 75 километров! Внимание, вопрос! После того, как... Лена, ты меня убрал! Нет! А ты разве ее в сарае не уносил? Созор протиснуться мышь! А сейчас вы услышите действительную феноменальную задачу! Гену! Да я вижу, настроен серьезно! Возь мне в кеды, если не серьезно! Тогда где же твой чертеж? Как ты собираешься скворечник построить? Надо же представлять, что делаешь! А ты, наверное, прав! Пойду начерчу! Напоминаю, вы слушаете клуб ученых и находчивых! Следующая задачка заставит хорошенько подумать даже академикам! Ну как? Красивый, правда? Это точно не чертеж! Вечно ты недоволен! Скворечник есть! Птичка вот! У меня другая проблема! Дедушке хорошие доски для своих работ нужны! Тренируйся, говорит, на этих! Ну скажи, как из таких обрезков скворечник сделать? Хм, действительно! Задачка не для средних умов! Готово, плотник? А птичка где? Во! Да нет же, видишь, тут нужно по чертежу сверяться! А у тебя опять все наобум! И здесь! Ведь все же рассчитали! Архитектура скворечника здесь не банальная! Гена, а может, мы его потом доделаем? Ага! Получилось! Задачка решена! Ха! У меня такое чувство! Вот я что-то забыл! Моя передача! До встречи на следующей неделе в Клубе ученых и находчивых! А теперь прослушайте новости спорта Матч между хвостами и хот-догами закончился со счетом... Вена, ты что делаешь? Беседку из трапеции Кстати, спасибо тебе, дружок Если бы не твой скворечник, я бы никогда столярничать не начал А это так здорово! Проклятие гены Хм, что это у нас тут? Гена, такие фигурки несчастье приносят По телеку рассказывали Тебе, дружок, поменьше телевизор смотреть надо Ай! А дружок-то плав Я и говорю, выкинь ты эту фигурку, Ген, на всякий пожарный Не болтайте ерунды, это все глупые сувеверия Ну? Вот так Очень симпатичный сувенир Поняли? Гена, ты это, лучше отойди в сторонку А яблоко я тебе достану Чего это ты такой добрый? Ой, ну ты удружил Стой! Ну что еще? Чуть не наступил Немедленно дайте мне воды Я пить хочу Вы что, издеваетесь? Ну а вдруг ты С плаклятием не шутят Не отдам Дай сюда Для твоей же безопасности Хватит, больше ко мне не приближайтесь Ты думаешь о том же, о чем и я? Газонокосилка Электропейбол Предмет повышенной опасности Ну и ладно В доме еще один удлинитель есть Ой, негдобу это Нельзя играть со злыми силами судьбы Угу Ай О, Гена! Пульс слабый, но жить будет Фигурку надо снять А, что здесь происходит? Гена, ты как хочешь, но от этой жути просто необходимо избавиться Посмотри, что сделала с тобой проклятие Проклятие? Это не проклятие, это вы Кто стащил удлинитель? А кто воду у меня отнять хотел? А я был никто тряс Мы все равно не отстанем Да, ты наш брат А теперь отстанете Гена, чтобы снять с тебя проклятие Нужно провести специальный ритуал Ага, мы в интернете прочитали Без тебя никак нельзя Надеюсь, об этом никогда не узнают ребята из научного кружка Тумба-юмба, раз, два, три Стоп, проклятие, сгори Тумба-юмба, раз, два, три Стоп, проклятие, сгори Пляшем Тумба-юмба, раз, два, три Стоп, проклятие, сгори Тумба-юмба, раз, два, три Стоп, проклятие, сгори Ребята, а вы случайно не видели моего чудика? Потерял вот такого Малыш, откуда это у тебя? Нравится? Сам сделал Поделка из природного материала Осенью в детский садик отнесу Поделка в садик Из природного материала Сам сделал Сам Субтитры создавал DimaTorzok